Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 15 декабря. Жители и гости, находящиеся на территории края, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе. Организации края и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Обязательно остается и социальная дистанция в полтора метра. Для контроля за соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Славянском районе созданы рабочие группы. Специалисты Управления по торговле и защите прав потребителей совместно с полицией регулярно проводят рейдовые мероприятия. Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края, губернатора номер 129 от 13 марта этого года, Сотрудниками полиции регулярно проводятся рейдовые мероприятия по масочному режиму, по соблюдению мер предосторожности, по ношению масок и перчаток гражданами, а также обслуживающимся персоналом в магазинах, супермаркетах, магазинах «Магнит», магазинах «Пятерочка», особенно в местах массового скопления населения. Нарушители привлекаются к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6. Если повторный случай, значит уже статья 6, там уже штраф. В ходе рейдового мероприятия были проверены торговые объекты рисового и протокского сельских поселений. Внимание обращалось на соблюдение масочного режима как покупателями, так и продавцами, социальной дистанции, а также на наличие средств дезинфекции. В ходе проверки нарушений выявлено не было. Жители даже самых отдаленных хуторов и поселков сегодня понимают важность соблюдения всех требований и стараются их выполнять. Жители соблюдают режим, они стали уже более ответственны, многие боятся болезни, поэтому некоторым, особенно пожилым людям, даже не приходится просить одеть. Но молодежь некоторая с напоминанием, некоторые бывают, что отказываются, но пытаемся как-то их убедить. У нас есть маски и так, и септики есть, и маски в продаже. Ну, в принципе, народ-то уже более стал соблюдать правила эти. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции – это требования, направленные на сохранение жизни и здоровья людей. Пренебрегать ими – значит ставить под угрозу собственную безопасность. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».